Здравствуйте! Это программа 112 в студии Сергея Захаров. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе на территории округа зарегистрировано 194 происшествия, из них 5 преступлений, из которых 2 раскрыто. По трем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Привлечено к ответственности 58 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Установлено 3 лица, числящиеся как без вести пропавшие. За неделю произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В минувшую пятницу сотрудниками госавтоинспекции проведено профилактическое мероприятие «Тонировка», целью которого являлось пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. В ходе мероприятия автополицейскими проверено 47 единиц транспорта, выявлено 4 факта управления транспортными средствами, на стеклах которых нанесено покрытие, ограничивающее обзорность с места водителя. С 27 по 28 февраля 2018 года в целях обеспечения неотвратимости наказания за совершение административного правонарушения и повышение эффективности деятельности УМВД России по Ненецкому автономному округу по взысканию административных штрафов на территории города Наринмара и поселка Искателей проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В ходе мероприятия проверено 182 адреса возможного проживания неплательщиков штрафов. С 93 гражданами проведены профилактические беседы о необходимости своевременной оплаты штрафа и ответственности в случае его неуплаты. Вручено 148 квитанций для оплаты штрафа. Оплачено 10 административных штрафов на общую сумму 5105 рублей. Составлено 4 протокола об административном правонарушении за неуплату административного штрафа в срок. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления с 19 по 28 февраля текущего года на территории округа проведен комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на противодействие контрабанде, незаконному обороту спирта, алкогольной и табачной продукции. При проведении всех мероприятий задействован личный состав УМВД в количестве 22 сотрудника. В результате проведенных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий из незаконного оборота полицейскими изъято более 110 литров алкогольной продукции. Возбуждено одно уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по факту реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Составлено четыре административных протокола за правонарушения в сфере незаконной реализации алкогольной продукции и направленной в суд для принятия процессуального решения. Проводится проверка еще в отношении трех граждан, ранее уже привлекавшихся к административной ответственности за аналогичные правонарушения. 27 февраля 2018 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что молодой человек, сорвав навесной замок, незаконно проник в балок для сварочных работ, принадлежащий организации, расположенный в поселке Искателей. Из балка он похитил 30 метров кабеля от сварочного аппарата и шлифовальную машинку. Но его обнаружили на месте преступления работники этого предприятия. Мужчина, бросив похищенное имущество, попытался скрыться. Но его задержали и в дальнейшем передали сотрудникам полиции. Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний житель поселка Искателей, ранее судимый за аналогичные преступления. В настоящее время по данному факту проводится проверка. У МВД выражает благодарность гражданам за оказанное содействие в раскрытии преступления и активную гражданскую позицию. 2 марта текущего года во Дворце культуры Арктика состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста. Организатором данного мероприятия выступили сотрудники отдела по вопросам миграции МВД России по Ненецкому автономному округу, совместно с представителями регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи Ненецкого округа. Всего в торжественной обстановке впервые вручены паспорта Российской Федерации 23-м подросткам. Торжественную церемонию вручения паспортов открыли кадеты, исполнив государственный гимн Российской Федерации под соответствующую музыку. Затем перед юными жителями округа выступили заместитель начальника ОМВД России по Ненецкому автономному округу, подполковник внутренней службы Сергей Сахаров и представители власти округа и общественных организаций. Сергей Сахаров в своей речи пожелал молодым людям быть достойными, честными, справедливыми, не нарушать законы России, хранить и приумножать российские традиции и традиции округа. А каждую девушку он также поздравил и с наступающим праздником весны, международным днем 8 марта. И пожелал им быть всегда красивыми, женственными и счастливыми. Сотрудники отдела по вопросам миграции у МВД России по Ненецкому автономному округу напоминают о необходимости своевременной замены паспортов. 18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Стражи порядка напоминают, что участие в выборах по недействительным паспортам гражданина Российской Федерации, а также без регистрации, невозможно. Для осуществления своих избирательных прав гражданам необходимо заблаговременно обратиться по вопросам документирования и регистрации в отдел по вопросам миграции управления. По адресу город Наринмар, улица Ненецкая, дом 20, в часы приема граждан, а также многофункциональный центр или в управляющую компанию. Недействительными считаются паспорта, которые не обменены по достижению 20-летнего и 45-летнего возраста. При изменении гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, пола, сведения о дате, месте рождения, при внесении сведений, отметок или записей, не предусмотренных законодательством. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин